В сельских поселениях района проходят сходы граждан. Главным вопросом встреч становится тема участия в программе поддержки местных инициатив. Жители могут принять активное участие, и именно от массовости зависит финансирование проекта. Если на собрание пришла половина взрослого населения и поддержала предложение, населённый пункт может набрать 100 баллов за степень участия. На этих собраниях мы должны были получить согласие от населения о принятии или отказе населения в участии в данной программе. Во всех собраниях, которые прошли, население высказало своё согласие на участие в данной программе поддержки местных инициатив. Как сообщила начальник финансового управления администрации, которая курирует этот вопрос в районе, практически во всех сельских поселениях жители предлагают обновить ограждение кладбищ. Работа по сбору информации продолжается. Также на расширенном совещании были запланированы мероприятия по противодействию незаконного культивирования наркосодержащих растений. В районе, как и по республике в целом, стартовала операция МАК. Заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам рекомендовала главам сельских поселений не игнорировать требования закона, чаще обходить бесхозные земли, провести на территории экологические субботники и, конечно же, взаимодействовать с органами правопорядка. Кстати, как сообщил начальник местного отдела полиции Ильдар Абдулин, места с дикорастущей конопле уже выявлены в некоторых сельских поселениях. И работа эта началась ранней весной. Здесь еще очень большая задача – это помощь актива населения. Это само население тоже активно должно работать. Это пусть и будет анонимное сообщение, но по местам потребления, по местам произрастания и изготовления. Зачастую, если это многоквартирные дома, это сообщать непосредственно нам. Почему? Потому что исходит при изготовлении таких средств это характерный запах, ну и поведение, начиная от молодежи, заканчивая среднего возраста. На совещании был поднят вопрос и о мероприятиях антикоррупционной направленности. По решениям межведомственной комиссии в районе продолжается информационно-разъяснительная работа с целью формирования у населения негативного отношения к коррупции. С целью соблюдения законодательства о противодействии коррупции муниципальным служащими, депутатами районного совета и сельских поселений предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супругов, и несовершеннолетних детей. Всего по району представили сведения 166 муниципальных служащих, 14 глав сельских поселений, 122 депутата сельского совета, 15 депутатов районного уровня. Пожалуй, самым объёмным и не менее серьёзным стало обсуждение мер по выявлению неблагополучных семей. Межведомственный совет, который был создан в районе в 2009 году специально для этой работы, в июне провёл обход социально незащищённых слоёв населения. В каждом поселении для этой работы были привлечены представители государственных и негосударственных структур. В итоге было выявлено 8 неблагополучных семей, а 7 сняты с учёта. На сегодняшний день на учёте состоит 41 семья, где воспитывается 123 несовершеннолетних ребёнка. Работа с ними будет продолжена. За 6 месяцев 2016 года отделение социальной помощи семье и детям было собрано благотворительную помощь на общую сумму 287 604 рубля. Также проводятся благотворительные акции по сбору благотворительной помощи. Недавно завершилась акция, которая называлась «Поможем детям вместе». Активными участниками в районе явились это Краснокамстро и заказчик, тепловые сети, централизованные бухгалтерии сельских поселений, среднеобразовательные школы села Никола-Берёзовка, села Куянова, Кориева, деревни Старая Муштай и деревни Старый Инзигит. Также детский сад номер 3 «Радуга» села Никола-Берёзовка и физкультурно-оздоровительный комплекс «Приками». Глава администрации района призвал глав сельских поселений работу по выявлению и профилактике социального неблагополучия семей не останавливать. Необходимо каждый день интересоваться состоянием таких семей, потому что мы в ответе за детей, отметил Розив Гельмулин. У нас в этом направлении предстоит еще большая работа. И не думайте, главы сельских поселений, что это вот это, один раз прошлись и это будет забыто, это не будет забыто. Это будет поставлена наша работа. Квартул один раз вот эти заседания будут проходить, а многим из вас это заседание нравится. А ведь эти дети, ваше сельское поселение, прежде всего за такие силы, за то, что имеются дети, мы с вами ответим.